КВН В этом сезоне в юниор-лиге 7 команд, 6 Слободских и одна из Кировочепецка. В таком составе по схеме сезона им предстоит сыграть первые три игры. Все 7 команд будут играть во всех трех играх рейтинговых. То есть команда должна подготовить только одно конкурсное задание 10-12 минут. Либо это будет приветствие, либо фристайл, либо любой другой конкурс. Поэтому если в прошлые годы команды готовили к одной игре три конкурса, то в этом каждой игре нужно подготовить только один конкурс. Плюс зрители увидят разминку, слайд-разминку, возможно даже будет биатлон. Посмотрим на готовность команды. Тема игры в связи с близким соседством с 4 ноября – единство, команд, жюри, юмора. Начали с традиционной слайд-разминки. Второй конкурс – приветствие. Иногда родителям приходится брать своих детей на работу. Итак, смотрим. Дочка, дочка, пошли, папа сам в рубиках ведет. Сын пластического хирурга играет в песочнице. В нашей команде не хватает изюминки, и поэтому мы принесли яблоко. А нам кажется, что вы здесь вообще лишнее. Это мы-то? Я спрашиваю, это мы-то? Мы-то, мы-то, держь. Здравствуй, дорогой Слободской. Ехали дорогою прямой. Через коридор, через буревон. И теперь автобус наш металлолом. Заезжали мы в Слободской. Заезжали мы в Слободской. Город стал какой-то не такой. Все работают и не бьет народ. Потому что здесь закрыли спиртзавод. Проезжали мы в Слободской. Город. Видимо, отправляется в полет. Город. Сели мы туда. Сколько? Да ты как? Ну, выходят, крутят пальцем у виска. Круг автобус наш запрещал. И водитель просто сказал. Видно, здесь дорог не делали давно. Потому что здесь дороги, как у нас. В этом году мы с Иваном организовываем школьную лигу в Кирово-Чепецке. Спустя 4 года. В Слободской мы приехали, чтобы покатать ребят. Чтобы они поняли, что такое настоящий КВН. А КВН в Слободском – это настоящий КВН. Мы тут отыграли много сезонов. Мы это знаем. Всех знаем. Всех любим. Вот этой игры, наверное, в первую очередь ждем того, что достойно выступят. Хорошо. У нас ребята, на самом деле, они еще не подготовлены. Они вот первый раз выходят. У них вчера была первая репетиция с микрофонами. Поэтому для них, скажем, волнение, мандраж. Мы за них очень переживаем. Даже несмотря на то, что находимся по ту сторону зрительного зала. Ждем, наверное, того, что все-таки достойно выступят. Достойно себя покажут. Ну и слободских ребят, слободских КВНщиков ждем того же самого, что они и выступят хорошо. И, я думаю, мы поставим им высокие баллы. Новая лига и обновленный состав жюри. В этом сезоне оценивать команды будут как КВНщики со стажем, так и новые люди в КВНовском судействе. Часто приходилось сидеть в жюри, оценивать творчество молодежи. Но в КВН, в жюри, сижу впервые. Поэтому для меня это первый опыт. Я думаю, что не последний. Поскольку команд у нас очень много, 7 команд, 6 слободских, хотелось бы, чтобы это было яркое зрелище, чтобы КВН влился в жизнь города Слободского, и чтобы молодежь все-таки возобновила участие в играх КВН. Очень хочется, правда. И благодаря Данилу Карабинникову я думаю, что у нас все получится. Вообще, ко всем мероприятиям, в которых задействована молодежь, отношусь только положительно. Всегда стараюсь сам принять участие и в чем-то даже помочь Слободской молодежи. Жду яркой, интересной игры и желаю им всем удачи. Первый шаг в КВН, как правило, это фундамент. Фундамент, заложенный сейчас, это будущий дом. Я желаю всем командам достойно проявить себя, уважать соперников и любить жюри. В силу своего характера дамы очень часто связываются со своими молодыми людьми. А для того, чтобы наладить отношения, они уходят на курсы. Итак, на курсах парня медиа. Кто вы? Всего лишь елки! Кто из вас хочет новую шубу? Я! Что нужно для этого сделать? Зарабатывать и купить! Что купить? Сделай новую титул! Ра! Стой, стой! Что нужно сделать, если твой молодой человек играет в танки? Научиться играть в бигбок! Но? Постоянно ему поддаваться! Почему? Потому что мы всего лишь тут твои тенки, которые умеют играть только в силу! Девочки, а какое главное правило? Не лезь, дура, он сам разберется! Обычные случаи на Кавказе. Ребята, ребята, давайте в прятки сыграем. Я ложу. Я иду искать. Куда они все поддевались? Куда они все поддевались? Куда они все поддевались? Валера, меня зовут Валера! Один день из жизни телеведущего передачи СТО КОДНОМУ. Ночь на дворе. Где же он ходит? Привет, Дина. Ты где был? С друзьями? В гараже? Так. Ну-ка, дыхни. Ты пил? Нет. Я, значит, сижу, жду его дома одна. С патрулью? Так. По итогам первой игры сезона свои первые 10 рейтинговых баллов заработала команда лицея номер 9. 9 баллов у гостей из Кирово-Чепецка, 8 у Петколледжа. Так выглядит тройка лидеров после фестиваля. Кроме того, жюри отметило лучших игроков. Следующая игра запланирована на 12 декабря.